Средства на капитальные ремонты домов будут использоваться без привязки к району, где они собраны. Такой проект сегодня одобрил региональный парламент. По замыслу авторов, система позволит своевременно оплачивать проведение работ там, где возникает нехватка денег. У депутатов были, разумеется, вопросы и подозрения. Не попытка ли это попросту забрать у одних и отдать другим? Елена Казакова с подробностями. В начале заседания думцы порадовали многодетные семьи. Теперь они смогут получать вдвое больше древесины для строительства жилья – 200 кубометров. Расширен и перечень льготников для приобретения лесных насаждений. По сниженной стоимости покупать материалы смогут люди, потерявшие жилье в результате бедствия, жильцы аварийных домов, многодетные семьи и молодые специалисты. Оба законопроекта были приняты в первом чтении. А вот рассмотрение следующего вопроса повестки проходило уже не столь мирно. Вице-губернатор Александр Дронов выступил с поправкой, позволяющей региональному фонду капремонта использовать средства, собранные в одном районе, на финансирование работ в домах, расположенных в других муниципалитетах. Ряд парламентариев выразил беспокойство за вложение своих избирателей. Предположим, на территории Боровического муниципального района собрано взносов на 10 миллионов рублей в текущем году. Все ли эти средства будут потрачены на территории этого муниципального района? Или, приняв этот закон, может оказаться, что 8 рублей будет потрачено в Боровичах, а 2 миллиона будет потрачено на другой территории? Вопрос касается разноса по времени. Сейчас складывается ситуация. Работа выполнена, средства не собрали в свое время. Соответственно, оплатить эти работы не могут. В то же время, где-то средства собраны, а работы еще не выполнялись. Поэтому в рамках одного оператора, в рамках единого котла идет перераспределение. Таким образом, как обещают власти, средства из одного муниципалитета для оплаты капремонтов в другом будут изыматься только на время. Но отметили депутаты и то, что взносы в единый котел поступают из каждого района в разном объеме. Например, тарифы в Великом Новгороде значительно отличаются от тех, что установлены, например, в Парфенском или Моревском районах. Но и этому есть логичное объяснение. Вы говорите, что вот мы ее пришли в 761, это исходя из программы на работу, при этом в Новгороде. И все работы, которые нужно выполнить и оплатить, потому что другие источники, кроме как взносы в серии, у нас просто нет. Поэтому в 761. Но в Мореве не надо 761. Там нет и того. Там нет такого количества ежедневно оборудованных домов. Несмотря на аргументы представителей исполнительной власти, против такого перераспределения высказался и заместитель председателя Думского комитета по ЖКХ и ТЭК Валерий Гайдым. Именно этот комитет рассматривал законопроект, прежде чем он был вынесен на заседание. Рано или поздно все равно государство займется и будет находить средства из своего бюджета для того, чтобы финансировать это одно из кровоточащих яс сегодня нашего общества. В целом комитет рекомендует Думе принять предложенный проект. С учетом решения комитета депутаты большинством голосов поддержали законопроект. Также народные избранники своим решением установили единовременную выплату для инвалидов Великой Отечественной войны на капитальный ремонт жилья. Уважаемых наших ветеранов, прошу обращаться и, соответственно, получать эту помощь. Уважаемые друзья, мы этот закон принимали, он уже у нас был, но касался для ветеранов, которые проживают в индивидуальных домах. А сейчас мы расширяем эту норму и многоквартирные дома. Сейчас на единовременную выплату могут претендовать 70 инвалидов Великой Отечественной войны. Ее размер составляет 20 тысяч рублей. Елена Казакова, Евгений Васильев. Новости Новгородское областное телевидение.